Реализация основ государственной молодежной политики на период до 2025 года в регионах Северо-Запада России. Этой теме посвятили заседание Совета при полпреде президента в Северо-Западном федеральном округе. В Ненецком округе появится школьный центр здоровья. Структурное подразделение медицинско-профилактической направленности будет создано на базе Ненецкой средней школы имени Пырерки и начнет работу в 2017 году. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин принял участие в заседании Совета при полпредстве по реализации молодежной политики. Оно прошло в Санкт-Петербурге. На нем обсуждалась реализация основ государственной молодежной политики на период до 2025 года в регионах Северо-Запада России. На заседании Совета полномочный представитель Николай Цуканов призвал учитывать глав регионов, что социальная и политически активная молодежь, заинтересованная в будущем своей страны, гораздо более требовательно ставит вопросы перед обществом и государством. При этом, не найдя удовлетворительного ответа, она начинает сама формулировать повестку дня и порой очень радикально. Необходимо гораздо плотнее работать с так называемыми группами социального риска – подростками из неблагополучных семей, в том числе состоящими на учете в правоохранительных органах. Они не только более склонны к социальным явлениям, алкоголизму, наркомании, тунеядству, но и легче вовлекаются в радикальные экстремистские движения, отметил Николай Цуканов. Кроме того, он заострил внимание на необходимости решения проблем, трудоустройства и занятости молодежи. Полномочный представитель привел данные социологических опросов среди молодежи. Так, по его словам, если в регионах отсутствует комфортная для жизни молодежи среда, не созданы условия для получения достойного образования, медицинского обслуживания, занятию физической культурой и спортом, творчеством и искусством, возникают предпосылки к социальной напряженности, появляются негативные тенденции и течения. Одним из эффективных способов решения проблем трудоустройства и занятости молодежи Николай Цуканов назвал содействие ее вовлечению в предпринимательскую деятельность. Необходимо снять все барьеры для развития и карьерного продвижения молодежи, создать соответствующие условия, чтобы талантливая, одаренная и целеустремленная молодежь оставалась в регионах и, получив образование в столицах, возвращалась на малую родину. Работа с молодежью не должна превращаться в формализм и отчеты. Это самое живое и динамичное направление госполитики, подчеркнул Игорь Кошин. Сегодня, когда на первый план выходит создание условий для формирования активных, востребованных, успешных молодых людей, подходы профильного департамента также будем менять. В небольших городах и поселениях досуг молодых людей должен быть на особом контроле. От этого в буквальном смысле зависит будущее как самих ребят и округа, так и страны и мира в целом. По итогам совета определены ключевые направления работы органов исполнительной власти, направленные на повышение эффективности реализации молодежной политики в регионах Северо-Запада России. Пристальное внимание к семьям, где воспитываются дети-инвалиды. Эта тема стала основной на заседании Координационного совета по материнству, отцовству и детству. Сегодня в регионе проживают 180 детей с ограниченными возможностями здоровья, но специального реабилитационного центра нет. Между тем необходимо учреждение, где бы дети проходили адаптацию и социализацию, чтобы в последующем стать полноценными и полезными членами общества. Ежемесячные выплаты, оплата коммунальных услуг, возмещение затрат на покупку реабилитационных предметов и путевок к месту отдыха и обратно. Люди с ограниченными возможностями здоровья имеют ряд федеральных и региональных льгот, которые получают в полном объёме. Однако проблемы всё же имеются. Одна из них – отсутствие специального реабилитационного центра. Поэтому работают с семьями сотрудники комплексного центра социального обслуживания. Социальные работники являются связующим звеном между семьёй ребёнка, имеющим ограниченные возможности субъектами семейной политики. Главная задача социального сопровождения – это доказания социально-медицинской, социально-педагогической, социально-психологической, социально-правовой, социально-бытовой помощи. Работа с семьями ведётся, это отметил и Сергей Свиридов. Однако ей охвачены не все семьи. По словам советника губернатора, каждому ребёнку необходим индивидуальный подход. Федеральный инспектор в Ненецком округе Степан Бобрецов рекомендовал профильным службам сотрудничать с предпринимательским сообществом, волонтёрами и федеральными структурами. Они могут поделиться своим опытом и предложить помощь. Что касается реабилитационного центра, будет произведён расчёт. Возможно, на территории региона строить его экономически нецелесообразно. Выгоднее отправлять семьи в другие регионы. Начальник управления Лиана Храпова рассказала о работе по созданию центра здоровья. Его откроют на базе школы имени Антона Пырерки 1 января 2017 года. Там будут проходить профилактику дети, которые проживали и обучались в санаторно-лесной школе. Здесь был лицензированный медицинский кабинет, и поэтому всё то, что было у ребят, находившиеся в санаторной школе, будет продолжено на базе уже школы Пырерки. По количеству детей, которые сейчас находятся у нас в санаторной школе, это 37 детей, 56 работников. По каждому работнику решается вопрос, каким образом будет продолжена методовая деятельность. По каждому ребёнку отрабатывается также его нахождение в данной школе. На заседании обсудили и подарок первокласснику. Сергей Свиридов попросил начальника профильного управления рассмотреть возможность включить в подарок второй комплект учебников. Учащимся приходится каждый день носить тяжёлые рюкзаки с книгами. А второй комплект учебников в подарке вместо канцелярских товаров освободил бы от этой необходимости и улучшил здоровье маленьких учеников. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Комплексный подход по работе с семьями в социально опасном положении даёт результаты. Итоги работы профильных ведомств и муниципальных комиссий по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 11 месяцев текущего года подвели на заседании соответствующей межведомственной комиссии при администрации Ненинского округа. Члены комиссии также обсудили план совместной работы на 2017 год. Сотрудники Комитета по семейной политике, опеке и попечительству окружного профильного департамента проводят проверки мест проживания на регулярной основе. С начала года в государственные учреждения помещены 55 юных жителей округа. 25 детей возвращены родителям после предупреждения их о недопустимости халатного отношения к воспитанию. На сегодня семьи находятся на учёте комплексного центра социального обслуживания населения для оказания им всесторонней социальной помощи. По данным окружных органов опеки, в отделении социальной помощи семье и детям данного учреждения на учёте состоит 34 семьи, находящиеся в социально опасном положении. В позитивном зачёте реализации комплексного межведомственного плана индивидуальной профилактической работы в этом году с учёта снято 12 семей в связи с улучшением ситуации в семье, и лишь одна семья снята с учёта в связи с лишением родительских прав. В 2017 году мероприятие по профилактике социального сиротства снижению числа безнадзорных детей станут частью единой государственной программы, разработанной в текущем году Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа. В Наринмаре проводили год народного единства и определили главную региональную тему 2017 года. Выбор темы года является традицией Ненецкого округа, однако впервые её определило голосование жителей региона. 85 лет заботы о детях, оставшихся без попечения родителей. Наринмарский детский дом в этом году отметит юбилей. Итог международной дружбы подвели в минувшее воскресенье. «Главное вместе» под таким названием прошла торжественная церемония закрытия года народного единства и года российского кино в Ненецком округе. За 12 месяцев под знаком единства в регионе прошло около 200 мероприятий. А это значит, что практически каждый второй день мы с вами были вместе. Несмотря на любые вызовы и сложности, сохраняли дух единого в своих стремлениях российского народа. Я благодарен Ненецкому отделению Союза пенсионеров и лично Риме Васильевне Кустиной за идею, которая напомнила сегодня всем нам о том, что именно сплоченность духа людей, разных профессий и национальностей, возрастов и интересов сделала Ненецкий автономный округ кавалером Ордена Дружбы Народов. Это было 44 года назад. Но я уверен, что спустя десятки лет люди, живущие на Ненецкой земле, остаются друг другу добрыми соседями и верными друзьями. Интрига торжественной церемонии стала объявление темы 2017 года. Прежде чем определить тему будущего года, организаторы спросили мнение у жителей округа. В опросе приняли участие порядка двух тысяч человек. Из предложенных вариантов абсолютное большинство участников опроса выбрали тему добра. Поэтому позвольте мне сегодня от имени жителей Ненецкого автономного округа объявить 2017 год годом доброты в Ненецком автономном округе. Уверен, что предстоящие 365 дней мы с вами сумеем наполнить удивительными историями доброты, милосердия и душевной щедрости. С наступающим! Также на торжественной церемонии во Дворце культуры Арктика жителя, внесшим особый вклад в развитие округа, были вручены региональные награды. Продолжением вечера стала концертная программа благотворительного проекта «Добрые песни о главном», которая завершила год российского кино. За заслуги перед городом Наринмаром такие знаки отличия получили четверо жителей окружной столицы. Награда была утверждена решением городского совета в 2014 году в целях поощрения граждан за особые заслуги и профессиональные достижения в различных областях общественно-полезной деятельности. Внесших личный вклад в социально-экономическое развитие города Наринмара. Напомню, знаком отличия в этом году отмечены четверо жителей города. Это Сергей Крымов за значительный вклад в развитие авиации в Ненецком округе и активную общественную деятельность. Валентина Малыгина за вклад в развитие лесоперерабатывающего производства. Анастасия Томилова за вклад в развитие кинофикации. Юнос Шумила за заслуги в области здравоохранения, многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие города Наринмара. Наринмар сегодня развивается и в его развитии, конечно, заложены труды многих поколений. Не зря мы приняли такое решение вместе с городским советом в учреждении данной медали, чтобы отметить наших людей, заслуженных, которые внесли неоценимый вклад в развитие города Наринмара. В завершении церемонии награждения кавалеры знака за заслуги перед городом Наринмаром поделились своими самыми яркими впечатлениями из своей трудовой биографии. Наринмарский детский дом отметит юбилей. 85 лет назад в нашем округе советская власть взяла на себя заботу о детях, оставшихся без попечения родителей и сиротах. О том, как строился и развивался Наринмарский детский дом, о том, каким он встретит юбилей, смотрите в материале выпуска. Первый адрес детского дома село Оксино, лучший дом кулаков Лудниковых. Корреспондент газеты Нарина Вендер Леонтьев писал, для 24 воспитанников от 2 до 12 лет предоставили 4 комнаты, стол, несколько табуретов, кровати и ветхое постельное белье. Заведовало учреждением Оксиновское. В 1934 году в селе Виска открыли отделение детского дома. Количество воспитанников возросло до 44 человек. Под руководством комсомолки Зинаиды Максимовой открыты физкультурные и хоровые кружки. Уже через год за участие в Олимпиаде детский дом получил премиум. Дети читали журналы «Мурзилка», «Пионер», «Чиж», «Колхозные ребята», «Пионерская правда» и другие. Выпускали стенгазету «Октябренок». Затем детский дом переехал в Пустозерск. А в 1947 году в Наринмар. В городе построили двухэтажное здание. В 10 комнатах располагались 42 воспитанника, в том числе 20 детей погибших воинов. Коллектив воспитателей заботился о детях как о своих. Кормили, конечно, нас неплохо, но я помню, когда первый год работала в детдоме, значит, только раздам завтрак. Еще не успела последним детям дать за третьим столом. Мне уже мне добавки, мне добавки. Я говорю, ребята, вы меня скоро съедите, говорю. Вам дров помельче, так вы тоже сидите. И смеются, хохочут. Иногда придешь на работу, печки не топлены, дров нет. Давай, ребята, подготовительные, кто постарше, посильнее, мальчики, девочки и дети. Войдем, ребята, дров наносим, печку затопим. Только тогда начинаем поднимать детей, потому что было очень холодно. В 1955 году пришла работать детский дом Анастасия Бородина. Сначала няней, затем поваром. Работать приходилось три смены практически сутки напролет. И так до самой пенсии. Сейчас Анастасия Михайловна регулярно приходит уже к новым подопечным. Вяжет теплые варежки и носки. И потом целыми сумками несет в дар ребятам. Раньше мы были закрыты учреждения. Закрыты от всего и всех. У нас тут еще, я помню, был деревянный забор высокий-высокий. У нас дети любили туда залезать. Но, естественно, закрыты учреждения и им хотелось там повыглядывать. Вот сейчас, если сравнить детский дом, мы открыты всем. Волонтерское движение и спонсоры у нас приходят, и шефы у нас есть. В 1987 году детский дом отпраздновал новоселье в новом, уже трехэтажном кирпичном здании. Это был такой праздник, это был такой день. А дети-то какие счастливые были. Мы счастливы. Мы перетаскивали все сами, все оттуда, мебель вот эту какую, пока у нас старая мебель была. Потом потихонечку закупали новую, делали уют, красиво. В 1991 году руководство детским домом принял Николай Александрович Снейшин. При нем впервые воспитанники получили возможность отдыхать в санаториях на юге страны. Он, будучи хорошим спортсменом и сейчас, выйдя на заслуженный отдых уже в качестве воспитателя, с удовольствием занимается с ребятами физкультурой. В детском доме за последние годы произошло очень много изменений. Были перестроены большие групповые комнаты под маленькие спальни для двух-четырех ребят. Гостиные, столовые, в которых сейчас ребята имеют возможность отдыхать и одновременно принимать пищу и заниматься. В детском доме созданы такие условия для воспитанников, чтобы они имели возможность проживать в одной семейной ячейке со своими братьями и сестрами. Анастасия Соботович, Андрей Чуклин, Мария Кравченко, Владислав Носкин, Телеканал Север. Главный покровитель северян и предвестник Рождества. В Пустозерском музее открылась выставка, посвященная Николаю Чудотворцу. Иконы с изображением святого датированы 18-20 веком. В Наринмаре пройдет рождественская ярмарка. Мероприятие запланировано на 7 января. Приоритетными участниками ярмарки, как и прежде, станут сельхозтоваропроизводители Ненецкого округа. Они представят на прилавках мясо, рыбу, молоко и молочную продукцию, а также национальные сувениры. К участию в рождественской ярмарке приглашаются и индивидуальные предприниматели. Окружной департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса уже начал принимать заявления от желающих участвовать в праздничной торговле. Подать заявку можно до 27 декабря. Традиция проведения рождественской ярмарки в столице Заполярье зародилась в этом году. Так, 7 января 2016 года участниками ярмарки стали в основном сельхозтоваропроизводители округа. Тогда в Наринмар со своими товарами приехали представители почти всех населенных пунктов округа. На площади Маратсей свои палатки расположили также индивидуальные предприниматели из Республики Коми, Кировской области и даже Краснодарского края. Они доставили в Ненецкий округ мед, мясную, молочную и овощную продукцию. Самый почитаемый в мире святой, предвестник и символ Рождества, защитник путешественников, мореплавателей и верующих. 19 декабря во всем мире отмечают День Николая Чудотворца. В народе праздник называли Никола Зимний и отмечали праздничным застольем. Пекли пироги с рыбой, варили брагу и пиво. Молодежь в этот день гуляла, водила хороводы, а дети любили праздник за подарки, которые находили утром под подушкой. Кем был Николай Чудотворец и за что его почитают миллионы верующих можно узнать на выставке, которая открылась в Пустозерском музее. Старший среди святых, главный помощник Бога, самый популярный святой на Севере. В честь Николая Мерликийского или Николая Чудотворца поют песни молитвы и пишут иконы. 16 образов святого, собранных на выставке в Пустозерском музее, прямое тому доказательство. Здесь на выставке у нас представлены иконы из разных областей, написанные иконописцами в разное время и в разных художественных мастерских. В частности, на иконе избранные святые 18 века из собрания Нинского краеведческого музея изображается Николай Чудотворец в сонме других святых, особо почитаемых на Севере. Эта икона была привезена жителям деревни Коткино из Соловецкого монастыря. Иконы с изображением Николая Чудотворца можно найти практически в каждом православном храме, особенно на севере страны. Не зря его считали покровителем всех северян. Он защищал путешественников и странников. Согласно преданиям, он молитвой мог успокоить бурное море, спасти отчаявшихся путников, исцелить от недугов и наставить на путь истинный. В честь Николая освящают храмы и церкви. В Пустозерске начиная с середины XVI века уже была Никольская церковь, где отправляли службы путешествующие промысловики, которые шли в Сибирь. Церковь эта просуществовала до второй половины, до 80-х годов XIX века потом сгорела. В крупных приходах края, боксине, виске были приходские церкви, освященные в честь Николая Чудотворца. И эта традиция, кстати, в современное время прослеживается в виске, тоже церковь. Во имя святителя Николая освящена уже в наши дни. Под влиянием христианства Николая Чудотворца стали почитать и ненцы. Кочевники называли его Микулосядей. Ставили в один ряд с нумом, главным языческим божеством, изображали в виде деревянной куклы в мужском совике или русской одежде. В день праздника кормили лучшими кусками мяса и окуривали дымом можжевельника. В западном христианстве образ святителя соединился с образом Санта-Клауса. Согласно фольклорным преданиям, седовласый дед в течение года следит за каждым ребенком, а накануне Рождества одаривает подарком тех, кто вел себя достойно. Валентина Чебичев, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Считалось, что в этот день грустить нельзя. Это навлечет суровые морозы в последующие зимние месяцы. Хотя и сам этот день нередко бывал очень холодным. Никольские морозы спуску не давали. И это тоже было хорошей приметой. Мороз на Николу зимнего, хорошей погоде на Николу вешнего 22 мая. Подробный прогноз погоды смотрите далее. А на этом все. Мы будем следить за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте. по адресу www.trk.sever.ru